Сезон повышенной осторожности на дорогах начался, и дело даже не в гололеде. Вместе со снегом тает асфальт, обнажая ямы. Павла Велик-Малахова, солнечная поляна. Ямки есть, попадаются, но не страшно. Я вот сегодня на Южном ездила, и там вообще кошмар. Там ремонта давно не было, да? Там его никогда, я думаю, не было. На Южном очень плохо. Так, в центральной улице все хорошо сделаны. Стоит только куда-то во двор, все, там невозможно. В Барнауле в этом году должны обновить 20 километров дорог. По краю рабочие пройдут 800 километров. И качество этих дорог должно быть лучше. При их строительстве будут использовать новую технику, например, эту. Здесь нагревают и исследуют битум. Динамические свойства битума. Мы при помощи данного нового оборудования можем определить, сколько он прослужит и как надежно у нас будет себя вести дорогу. Еще один новичок нужен для другого рода испытаний. Здесь подбирают лучший рецепт асфальта. Смесь из песка, щебня, битума помещают под импровизированный каток. В такой кабине происходит укладка под прессом. Но уже остывший образец вновь давит. В этом боксе его проверяют на прочность и долговечность. Колеса с определенной нагрузкой, вот этот нагружающий элемент, имитируют проходы тяжелых машин. По каждому куску асфальта 20 тысяч раз проезжает 70-килограммовый груз. Пропорции ингредиентов, которые дадут лучший результат, пропишут в технологию. Здесь уже создали 30 образцов, и это не предел. Выбрать есть из чего. На Алтае 11 карьеров песка и щебня. Их порода определит качество дороги. Прочность, морозостойкость, соответственно, зерновые составы соответствуют нормативам, либо нет. Содержание зерен лещадной формы. К началу ремонтно-строительных работ испытания точно завершат. Выйти на дороги, как обычно, планируют в мае. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин, Дмитрий Денисов. День с толком.